В федеральном научном центре самый разгар посадочного сезона. Весна еще не закончилась, а здесь благодаря науке уже наступило лето. В том числе мы здесь разрабатываем новые технологии по выращиванию овощной культуры. Здесь у нас как раз представлена такая технология узкостеллажная гидропоника, на которой выращивается овощная культура, в том числе малодоступных местах, где не очень хорошие погодные условия, в Арктике, подводные лодки. Помидоры, огурцы, персы, зелень и даже цветы. В цехах по инкрустации и доработке семян демонстрируют, как работают аппараты, используемые в производстве. Оказывается, семена разделяются по многим признакам. Эти все признаки у нас обслуживают эти все машины, то есть величина, парусность, плотность, цвет и так далее. А здесь, пожалуй, самое интересное – лаборатория, где селекционеры занимаются скрещиванием. Для выведения нового сорта свеклы, капусты или моркови иногда требуется десяток лет. Сотрудники вкладывают много труда, чтобы плоды той или иной культуры были качественными. Знатоки и любители это ценят. Приезжайте, покупайте качественные семена, рассаду и вы будете с урожаем к сентябрю месяцу. Я думаю, будете все довольны. Тем более помидоры, которые мы сегодня видели, и выращиваются уникальным способом. Ну просто объедение. Эта экскурсия прошла в рамках проекта партии «Российское село», который направлен на обеспечение продовольственной безопасности и усиление позиций России на мировом продовольственном рынке. Знаменитый в НИИСОК, а ныне Федеральный научный центр доказывает – Одинцовский округ обеспечен качественной продукцией. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.